Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции урока Следующая паралич подъязычных мышц Более подробно, как всегда, гугл вам помощь, анатомия вам помощь Узнаете, пожалуйста, посмотрите, откройте для себя что-то новое в анатомии Вот, в знаниях Ну и, конечно, чем может восточная медицина нам помочь Ну, как всегда, диагностика 12 меридианов при тяжелых заболеваниях важна Почему? Потому что нельзя только одним меридианом сказать, что нужно восстановить Данный меридиан тройного обогревателя через данную точку И язык станет себя лучше чувствовать, скажем так, обретет опять движение, скажем так А так он неподвижный, высунутый со рта, висит И это большое, скажем так, неудобство Человек, скажем так, ведет закрытый образ жизни Огромнейший дискомфорт при всем этом Вот, я встречал таких людей в практике И видел даже, не только в нашем городе, но и в других городах, скажем так, Украины И чем может же все-таки помочь восточная медицина Итак, давайте мы с вами выясним, что паралич мышц подвязычной области, либо языка Могут сопровождаться слабостью языка в разговоре Второе, затруднение глотания Третье, выявление гипотонии мышц языка слабостью Ну, как бы гипотонусом, это с восточными, то есть западными, скажем так, мы словами объясняем Нарушение речи Ну и, как всегда, это неподвижность языка Посмотрите более подробно, и вы поймете, о чем речь в анатомии Итак, диагностика 12 меридианов необходима Почему? Потому что нельзя сказать, что один меридиан, я повторюсь, контролирует подъязычную область у нас и мышцы языка Здесь также следует знать, в каком состоянии меридианы и желчного пузыря Меридиан сердца, меридиан желудка, меридиан печени, меридиан тонкого кишечника, толстого кишечника, тройного обогревателя Вот, пожалуйста, я назвал 6 меридианов, которые, скажем так, могут напрямую отражаться в состоянии языка Восточная медицина выделяет также в особенности меридиан сердца, чтобы вы это знали Ну и, конечно, здесь нужно еще добавить от себя Так как у нас за мышечную систему, за все мышцы отвечает поджелудочная железа и ее состояние То мы также ее сюда включаем Итак, диагностика может показать общий баланс энергетический человека Этот баланс нужно восстановить в норму, либо пытаться восстанавливать в норму Ну а если при первых признаках у человека замечаешь, что у него слабость языка, затрудненное глотанием, нарушение речи, устает родовая полость, язык, мышцы языка То точка TR6G GO вам в помощь И он нужно активными массажными движениями тонизировать, пробуждать Но не следует увлекаться, а следует всегда, работая с теми или иными точками, наблюдать ихний процесс, который они порождают в вашем организме Спасибо за внимание